Жители деревни Куликово уже две недели сидят без воды. На улице Садовой без всякого предупреждения снесли колонку. Больше источников воды здесь нет. Раньше на этой улице, на окраине деревни, было три колонки. Одну ликвидировали, вторую перекрыли из-за протечек. А вот последняя, по словам жителей, работала исправно. Никаких нареканий не вызывала. Почему ее вдруг демонтировали, лишив жителей воды, до сих пор остается загадкой. Живем здесь уже 10 лет. Воды у нас как не было. За свой счет мы все тут прокапывали, все собирались со своей улицы. Были колонки. Колонку мы свою ставили. А потом приехали и сказали, что воды здесь не будет. Срезали колонку, бросили вон у меня ее. Здесь ее, потому что она моя. И все. Сейчас жители выживают кто как может. Многие ходят с ведрами к соседям, у которых есть скважины. Или в многоквартирные дома, где добродушные насельчане нальют канистру другую воды. Тяжелее всего приходится пожилым людям. Копали по 6 метров ямы. Берем оттуда в баню и на нужды. И по ведру вот с колонки берем. Руками таскаем. И колонку после не убрали. И где мы вот раньше с родника брали. Это по старинке. Теперь родник залила рекой. Брать негде. И где мы должны из магазина минералку брать что ли. Жители в растерянности что делать не представляют. Личные скважины в домах люди себе позволить не могут. Удовольствие это не дешевое. В местной администрации деревенским сообщили. Хотя бы одна колонка на улице должна быть. Как бы администрация. Глава администрации сейчас в отпуске. Скажет, что колонка должна быть. То есть ее должны восстановить. Но уже две недели. Даже может уже больше. Ни слуху, ни духу. Вот. Муфцы тоже ничего не делают. Колонку не ремонтируют. Которая осталась одна. Куда обращаться неизвестно. Глава администрации Куликова очень кстати вышел из отпуска. И пояснил, что колонку ликвидировал ООО коммунальщик. А вот специалисты компании уверяют, водоразбор убрали по жалобе жительницы. Женщины, чей дом находится напротив колонки. Якобы случился прорыв. Хотя местные факт не подтверждают. Восстанавливать чужой снесенный объект и ремонтировать другие на улице никто не собирается. У нас не практикуется восстановление колонок по одной причине. Что значит, наша руководство пытается всеми силами завести воду людям в дом. Чтобы не было проблем с замерзанием этих колонок, с обслуживанием этих домок. Наша руководство идет навстречу, помогает техникой, помогает материалам. Единственный выход для жителей теперь попытаться подключиться к общей системе. Для этого придется заключить договоры с коммунальщиком, подготовить специальные документы и обеспечить технические условия для проведения ресурса. Сколько на все это уйдет средств и времени неизвестно. А пока жители остаются по-прежнему без воды. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Ивановский район.